Добрый вечер! В эфире программа «Киевский радар» и я, Максим Полей. За пять минут в ближайшем мы попробуем посмотреть, что происходит в городе Киеве. Естественно, все ситуации разобрать невозможно, поэтому давайте пройдемся по одному участку из центра на юг. Пожалуй, самая короткая дорога на юг – это через улицу Антонович. По ней проехать можно более-менее спокойно, хотя скорости пока еще невелики. А вот в районе улицы Физкультуры недавно произошла авария, которая усугубляет обстановку. В обратном направлении по параллельной улице Большой Васильковской как минимум три аварии за последнее время произошли между улицей Ковпака и Костела. Ну а что происходит ближе к центру по улице Большая Васильковская, мы можем посмотреть своими глазами благодаря камерам. Например, это находится между улицей Жилянской и улицей Саксаганского. Как видим, новогодние иллюминации стоят, все машины двигаются почти-почти стоят. В принципе, можно то же самое сказать и об улице Саксаганского. Но все-таки не будем менять направление, двинемся южнее. Лыбецкая площадь загружена несколько со стороны Антоновича. На развороте на Дружба народов недавно была авария, возможно, с ней по-прежнему разбирается. А вот на Демеевской соседней площадью изучают запахи соседней кондитерской фабрики наш корреспондент Сергей Адаренко. Сергей, насколько сладкая жизнь на районе Демеевки? Витаю, Максим. И ты знаешь, не очень. Мабуть, у тебя в студии набагато все лучше. Адже мы сейчас пребываем на проспекту Науки. И тут ситуация очень-очень серьезная. Величезная количество автомобилей прямует в разные направления. Чи то с Демеевской площади, чи то на ней. Но величезная их количество. Тим паче, в крайнем правом ряду зараз выйдет микроавтобус. И, возможно, вам будет видно, как працюет уже полиция біля невеликой ДТП, которая там трапилась. В принципе, серьезно. Никто, жодный автювок не постраждал. И, в принципе, серьезно. Наверное, это ДТП не влияет на ситуацию с рухом. Но все-таки, величезная количество автомобилей. Сейчас оператор вам их покаже. И все-таки, они пытаются объездить это ДТП. В целом, в всех направлениях, в этом районе, ситуация с рухом транспорта очень серьезная. Так что, кондитерская фабрика никак не влияет на это. Максим, расскажи, пожалуйста, нашлидачам про ситуации на других маршрутах. Какие, возможно, они смогут оминуть Демеевскую площадку. Спасибо, Сергей. Но могу огорчить, что далее по Саперно-Слободской ведутся дорожные работы, усугубляя движение. А уже перед выездом на Южный мост произошла авария, которая также усугубляет движение. Не менее сложная ситуация и на бульваре Дружбы народов. Фактически, он весь стоит. И, естественно, происходят периодически большие и маленькие аварии. Мы можем посмотреть на район станции метро Дружбы народов, одноименную, в сторону моста Патона. Как видим, транспорт движется крайне медленно. Пожалуй, велосипедисты двигались бы быстрее. Ну, а далее, если вы прорвались уже на площадь Героя Войны, там, кстати, была еще одна авария, вас ожидает более-менее свободный мост Патона. Но на мосту Патона в ближайшее время будет некоторое осложнение. В частности, с сегодняшнего вечера будут вестись дорожную работу в сторону левого берега. Будет занята правая полоса, и дорожная работа эти протянутся аж до 23 декабря. Там просела одна из плит. Устает и мост Патона, об этом говорилось неоднократно. И будут ремонтировать, естественно, дорожное покрытие. Ну, а мы двинемся дальше. Дальше, коль затронули мосты, то проследим, что происходит на остальных. Южный мост более-менее нормальный, хотя и плотное движение. Абсолютно свободен почти мост Патона, как мы видели. И совершенно свободен Дарницкий мост. Нормальное абсолютно движение по мосту метро. Затруднения дальше по Провороскову ожидает только в районе станции метро Левобережная. Ну, и Северный мост. Движение, как мы видим, достаточно плотное. А вот что происходит до него на проспекте Бандеры, имеем возможность посмотреть своими глазами. Как видим, ближе к мосту транспорта много, но с каждой минутой радуемся, что все-таки его становится меньше. И все спокойно и уверенно добираются домой. Хотя подъехать к станции метро Почайной тоже непросто. На улице Алына Телеги и в сторону Дорогожичей, и перед станцией метро Почайная, как всегда, в это время заторы. Ну что же, это, пожалуй, пока уже все. Не забывайте, что дорога не терпит легкомыслия. Тем не менее, я желаю вам легкой дороги с легкими мыслями домой. Счастливо.